братцы бойцы как узел а как настроение давайте по новостюшки и по комментариям промежимся потом покажу что я передел в ангаре но в принципе уже видите что перестановочку сделал первая новостюшка робот официально обещают помогите сделать игру лучше пролить опрос и возможно игра станет клиента ориентированы это уже себя добавляют так что не поленитесь 47 минут написали можно пройти надежда все-таки есть давайте поможем разработчикам сделать игру лучше но можно пошутить чтобы они зарабатывали больше денег у нас тоже тут интерес принципе есть возможно все-таки они учтут наши пожелания предпочтения и так далее юра пишет что блогеры приелись у них одно и то же интересно смотреть а ты давай возьми типа не прокачанный ангар и победить донатером пишет не юра посмотрим на твой скилл юра открой глаза проснись я смотрела мир еще тот наша игра обыкновенная мобильная донатная игра в которой знать донатеры непобедимы их победить невозможно чтобы ты не делал игроки с высоким онлайном также могут получить очень хороший ангар но вы знаете там серебряшка копится голода не очень оплатена ну вообще не копится и к тому же пока ты будешь очень много играть но высоким онлайн ты будешь иметь чтобы зарабатывать ресурсы у тебя энергоблоки нафиг все сгорят что ты будешь делать без энергоблока как ты будешь противостоять тому же самому кликману или просто обыкновенному донатеру я даже не знаю ну то есть с высоким онлайном ты можешь сделать более-менее ангар приличный но 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 до донатера ты не дотянешь про какой-либо скилл в игре воробос говорить не приходится если ты не заплатил сюда денежку так что юра проснись и пой скорее всего ты новичок ты совсем не в теме твой комментарий мне читать смешно мегахерс он более опытный боец если честно его тошнит от перекачанных ангаров он наблюдается не прясть к зелени неужели тебе это не очевидно тут я вообще не понял почему у него не прясть к зелени потому что скорее всего у него нет нормального ангара ему наверное завидно или обидно что его избивают но мегахерс ну игра воробос жестокая она суровая если ты играешь на слабом ангаре тебя избивают всю свою youtube карьеру так скажем да меня избивали ну нафига мне это надо нафига мне портить свое здоровье портят свои нервы ты будешь мне играть на слабом ангаре но я буду рада слабом ангаре меня будут избивать донатеры и игроки с высоким онлайном она мне надо да мне не надо я же не извращение чтобы получать удовольствие от проигрышев и избиений от уничтожения моего ангара ну извини меня мейхерс и не принимается твое замечание не хочу я страдать не хочу играть на слабом ангаре базун хикса также невнимательно за моим творчеством следит или не все ролики смотрят пишешь типа там я ругаюсь на своих раков тиммейтов которые в моей команде там маяки не захват так далее базун хикса все прекрасно понимают и я и другие игроки абсолютно все понимают что матч игроки тут ни при чем это во всем виноват пиксельники ну и конкретно то что они сделали матч-мейкин страдают все новички закидываются чемпионские в элитные бои там их удержут к бьют избивают они естественно недовольны пока их там избивают захватывать маяки там они своей команде не появляют и уже недовольны опытные игроки старожилы с высоким онлайном донатеры в чей команде находятся новички потому что они новички никакой помощи своим союзникам не оказывают стоят дрюкают носом минги 600 метровым там или там пульсарах дрюкают неэффективно и так далее проходы по флангам осуществляют враги новички стоят там или ламмеры или там ну бы особо даже не чему не препятствует в маячке не за обороняют атаку не поддерживают не ремонтируют стоят дрюкают средства условно говоря кто доволен в этом случае никто не доволен просто вот эти все ламмеры должны играть своей низкой лиги но извините меня пиксоники сделали то что мы имеем все перемешано нафиг естественно виноваты пиксоники но когда в бою там в пылу это в сражении там страсти кипят не будешь ты все это рассказывать это каждый раз примечание делать вот я сказал то ну там звездочкой вот полный развернутый ответ кто в этом во всем виноват базун хиггса тысячу раз и дело примечания что во всем виноваты пиксоники я вижу что вот в этом конкретном бою стоит этот конкретный рачела и он не захватывает маячок который у него перед носом да или не оказывает поддержку там или просто стоит нужен вот белый маячок впереди нужно захватить его или под носом маячок на захватить или вот мне убивают а он там зевает носу ковыряет я на него и ругаюсь но естественно он просто не должен быть с высокой лиги так а теперь давайте пробежимся по ангару поставил я все по фэн-шую слева 2 шелла справа 2 хока сразу примечание звездочка для базу на хиггса я считаю что идеальный ангар настоящий момент но вот мышку мы увидите до 2 шела 2 диметры и 5 робот это орочи это наверное самый идеальный ангар топы тоже иногда используют хоков до сих пор но сейчас для уничтожения титана сейчас титану хорошо убиваются другими титанами или принципе роботы очень хорошо проклинают замораживают пушки там краснят в общем сделаются титами нами все что хотят ну и уничтожают титанова убить в принципе и на боковом роботе можно но сложно но если нападешь толпой там титан просто охренеет он эту заморозка то пушки красные то еще чего-нибудь он тупо не сможет воевать так что топы играют на хоках но это единичный случай они уже от хоков избавились нафиг диметры куда круче непробиваемый щит абсорб а у титанов а у титанов активных этих модулей нет у них нету ломания щитов ремонта и прыжков и так далее в общем и поэтому всякие непробиваемые щиты просто сейчас рулят ну диметры встроена там за счет чипов эти сумасшедшие ой не сюда к сожалению не сюда сумасшедшие чипы сейчас да я считаю началась эра чипов допустим абсорб непробиваемый щит но все эры заканчиваться в игре во робот или искусственным нерфом или естественным нерфом но они в любом случае заканчиваться и все потом разочарованы а потом пиксоники удивляются чем у них упал онлайн и люди пишут негативные комментарии почему рейтинг игры в маркетах снижается ну давайте делайте следующие там этапы там новый этап придумайте итак ладно вопрос не политику пиксоников собрал два шела с ремонтом на две защитные пассивных модули поставил хпшка возросла все прелестно чудесно будут ремонтироваться этот шелл у меня будет бегать первым по захвату маяков также у него имеется пассивные модули fortify давайте поподробнее поподробнее бонус прочности к энергетическим там бонус прочности к физическим счетам данный шелл имеет 4 типа крепкий да но мы имеем посмотрим 25 25 то есть плюс 50 процентов прочности вот к этим счетам ну наверно хорошо но вы знаете да вооружение стреляющего площади огнеметы там ракетницы носят повреждение и щитам и корпусу робота здесь соответственно не спасут ну а динамиков данные щиты спасут как этом от энергопулеметов в общем как-то так но можно конечно поменять там посмотрим но пока так устраивают еще что поменял я поставил этому хоку овердрайв юнит антиконтрол ластент этому хоку тоже самое овердрайв юнит антиконтрол ластент овердрайв срабатывают при достижении 50 процентов прочности то есть меня сольют хока до 50 процентов и он начнет стрелять на 25 процентов мощней также что я поменял мне израиль говорит вот играя на этом дроне октанян поставил там не супер мегачип когда нажимаешь ремонт он стреляет очень сильно пушки стреляет очень сильно не сам дрон а пушки я поставил одному хоку ремонт и поставил этот чип т4 охранительно крутой чип т4 после использования ремонта ваш атака возрастает на 35 процентов мать его 7 секунд и соответственно я буду сейчас врага fire болить будем стараться на этом хоке крутом ивентовском плюс 10 процентов прочности будем стараться работать издалека и fire болить fire болить инсенераторами есть конечно у израиля еще скалт скалт имеется одна штука не прокачана так бы конечно я поставил все фаерболы и просто нажимал ремонт и бочек бочки бы лопались но при учете ну учитывать этот факт что сейчас у всех имеется щиты об сорту за счет дронов часто плохо я считаю счету началась повторюсь и нанесешь 70 тысяч урона и на этом все принципе у бочки сработает щит так все теперь про все рассказал показал полетели воевать и так бой начинаются полетели о фантомас отлично мы мой клан называется могут в общем соклановец и вопрос возникает почему соклановец играет со мной со мной играет смотрим что-то я особо азиатских ников не наблюдаю скорее всего опять все перемешалось у пиксоников что-то сломалось сейчас как и он будет телепортироваться к дэнчику так ждем 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 потом пошел 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 процесс ускоряемся сейчас будет подрыв тракте бедох вот у него сработал чипы я очень немножко подкинул а еще еще один скорпиончик вот это да и вам добрый день вот это вы даете ладно поняли скорпиончика вырезать к сожалению скорпиончики криогены вы сейчас они не могут все щиты по переломать обрабатываем скорпиончика который с меньшим количеством хп без ласт энда тобой попозже мы займем все мячит сработал щит обзор вот камня телепортируются засранчик но давай давай молодец красавчик gg геймер пушки меня закраснил также и титана пушки краснятся моя команда что-то особо не идет в атаку я никак не могу этого скорпиончика довести до ласт эндика так все он готов готов поджарился так фенрир также алексей крипто фенрир и качает крипто фенрир очень красивая машина вот она может издалека на нее посмотреть красивейшая машина чисто раскраска визуальные эффекты всеми дико нравится такая неонная это подсветка неонное обрамление опять криогенный блин у меня сработали чипа разрываем расстояние давайте еще будем сбросим а он за мной бегает продолжает хочет медалстанта довести вот ты пиявка блин а долбит 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 так он помню что у него быстро когда еще способность но это его особо не поможет сейчас я его буду доубить самое главное чтобы он не проклинал бах будем находиться ровно под соловьем байлин пушки профил засранец так в прыжке разрываем расстояние если получается не знаю там и обрабатываем 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 все работали его крипто фенрир идет красивейший клан что gg игроки gg 1000 gg энерго пулеметики ну давайте его закручивать о счет скальпиончик подскакал я этому крипто фенрир почти залез в учили что под юбку да и хочется сказать под юбку за весом угу так называть его работали крипто фенре красивый он неоновые зеленые подсветки там или вставки сам черный металл такой корпус но не прокачал нифига так наблюдаем и вражескую бочку у него сработали чипы читы от разработчика их называю и меня разорвало немножко слегонца так как мы будем давайте на димитре по ремонтируем поремонтируем наших рачил издалека по обрабатываем бочку чип ты сработали от разработчика повторюсь том телепортируйте к нашим в предыдущем ролике сказал что все где-то мышка мочит постоянно и отключаю его могут они порут все эпохи заканчиваются в игре в робот и заканчивается как мало печально потом разработчик удивляется чё игроки злые сейчас конечно большой соблазн брать и вливать и неимоверное количество бабла в чипы дроны чипы там покупать тысяч три обзор желательно т4 вот вы у меня видели у хока т4 щит да чип большой бак опана то слышь ты блин я к нему решил телепортнуться чтобы там атаковать вражеский рез он не тут то было это был скорпион и он телепортнулся обратно в общем большой соблазн есть заплатить денежку и потом типа имбовать до до конца жизни вы будете можете подумать вот допустим аналогию приведу я планирую покупать машину уже в банк кредит заявление подал там все одобрили мне тоже если сделать примечание такие дебилы втб и я подал заявку втб автокредит там они начали там какой выходить автомобиль там надо карту карту этого автомобилиста подключить без нее процент наставка возрастет там и так далее говорю потом какой выходить автомобиль так я написал этот nissan акценты для сэн хрен пробей до вас там нету списка в автомобиле которого я хочу какой вы хотите давайте пересмотрим нифига он застанет меня 0 и сработали 4 так если нажму ремонт и ремонт не помог мне вон раз умирать сейчас мы возьмем хока ну и в общем вы мне не надо короче мне вашего ваше отношение какой-то такое там чисто вот автокредит не очень хорошо брать или возьму просто потребительский год ну ладно хорошей виде потребительский потом оформляю на потребительский кредит активируем чипы и фаерболем титана где урон вообще ничего не понял и соответственно мне говорят а вам отказали в кредите поэтому вы можете оформить подать заявку на следующий кредит только через три месяца в августе этого года в этом совсем куку я сам отказался от открыта потому что там неудобные условия там куча этих нюансов нужно и автомобили выбирать я возможно я еще с маркой не определился что будет очень в продаже то и куплю почему меньше пробегают что состояние лучше там на фига мне сразу указывать какой автомобиль я хочу купить ну и полный в этом всякие карточки автомобилиста на фига мне карточка автомобилиста там вот вот вы имеете меньшую процентную ставку но вы будете платить за эту карточку но вы короче там будете на заправках кэшбэк такой часть геморрой такое столько там нюансов еще платить нужно так на хрена мин это надо вообще ну понятно что это все все для выкачивания бабла я поэтому и отказался от окончить что болтаю повторить так вкратце 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 переходим тот факт что вот мне втб сказал оформляйте теперь можете подавать заявку через три месяца через три месяца сбербанк подал они все сказали все за приходите забирайте деньги все утвердили сразу сбербанке и еще приложение втб постоянно вылетает то есть нужно звонить специалистам кривое косячное было крипто фенрир опана взлетаем к сожалению к сожалению у него активируем повышенную урон за счет ремонта урон просто зашкаливает заши и битлз просто gg отжигает молодец джи джи так дырочку по фаерболи мне получилось и в общем буду покупать автомобиль все заканчиваем мысль тоже болтаю слишком много не по теме так так тамар на вас паха я вижу вижу да на вас пах так 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 о крипто фенрир отошел в сторонку там ты справился да давайте ровану встретим фаерболами джи джи геймер подходи краешку не хочешь не хочешь а я хочу по фаерболить по ком не по фаерболить вот по фаерболим так трахте бедов пока без чипов т4 сейчас включаем чипы и добиваем фенрир и наверное за счет сплэша трахте бедов трахте бедов не будем взлетать пока у меня обратите внимание еще овердрайв не включился когда он включится это будет вообще просто жесть вот еще на 25 процентов давай давай красавчик красавчик красавел нападай на меня у меня уже ремонт есть я ремонт включу не хочешь страшно страшно ему страшно фенрирует до сих пор живой я в бочинку мы накидал он был до сих пор живой потому что использовал данные столбе в качестве укрытия красавчик грамотно используют рельефы местности взлетаем что-то как-то слишком высоко взлетел активируем еще ремонт у меня урон просто дичайший давай трахте бедов у меня овердрайвы заработали великолепно сейчас я использую столбе в качестве укрытия моя красный кто-то здесь может появиться или принципе уже никому некому появляться подойдем поближе и от фаерболе минуса те же не было наверху вроде бы это чуть снизу пробежал прибежал так активируем ремонт нет все уже бой закончился по машине если кому интересно ориентировочно не сантида латио на дальнем востоке распространены японские автомобили праворольные неудобно конечно но здесь и запчастей много продажа в этих автомобилей много больше выбора и так далее любой был такой весьма приличный так бой начинается что-то игра мне вылетела после предыдущего боя вернее в начале подбора так и давайте закончу по поводу я еще подал заявку на оформление кредита в холм кредитбанке в т.б. как вы поняли и в сбербанке ну и что вы думаете сбербанке зашел приложение выбрал сумму нажал все в принципе потом я перезвонил оператору спрашивал быстро закончу мысль мысль спрашивал оператора вот там типа втб я добровольно отказался от кредита мне сказали потом через три месяца берите вы у вас смысле если вы меня одобрили если сейчас не возьму деньги вы мне потом откажите там или через три месяца надо будет брать и вообще когда мне деньги забирать искали вот там что-то до кого-то 30 числа у вас все одобрено можете приходить в любой момент забирать ой можете любое забирать деньги игру нужно приходить в офис забирать деньги да нет просто там нажмете подтвердить взять кредиты в мобильном приложении и вам деньги на карточку поступят то есть сбербанке мобильное приложение зашел нажал мне нужен деньги потребительский кредит даже нет не говоришь зачем тебе нужны деньги нажимаешь сумму нажимаешь взять и деньги поступают тебе на карточку все написано ежемесячный платеж сумма ну и твоя там время срок кредита и так далее вообще просто не нужно же ходить в банк он кредит банк он кредит банк также подавал через сайт там что все высчитывается анализируется секунду идут а сейчас делаю ремонт не сильно есть много времени нажимать там ждать и так далее на же сначала заполнил форму что-то через госуслуги там они взял мои данные чтобы меньше заполнять один хрен потом что-то все считает 7 минут и идут секунды идут потом не два раза еще оператор перезванивал а я сейчас делаю ремонт клею обои теперь перед при этого потому что ребенок маленький обои зарисовал я решил сделать обои клеить и красящиеся нужно красить то есть не приклеил потом другие клеить а взял обои наклеил один раз потом покрасил так покрасил так ребенок и зарисовал обои взял там друг другим цветом накрасил и так далее но вот все переклею а это все звонит хоум кредит банк там еще за одну какую-то карточку хотели мне втюхать там возьмите еще нашу карту ну и вот из трех банков хоум кредит сбербанки втб хуже всего показал себе втб просто не в дуплятор и какие-то долбаклюи работают так нажимаем ремонт по среднему показал себя хоум кредит банк адекватно но отвлекает дергают и пытаются там что-то еще порвать параллельно и лучше все себя показал сбербанк вообще просто идеально так все заканчивается эти разговоры про эти кредиты что-то вообще просто мы этот бой сливаем в чистую чистую сливаем бой я ни черта не могу поделать вот сейчас 4 сработали я здесь живой поэтому из-за этого надо идти туда где нет маяков наши команды по вам этого не понимает но долбаклю и ну естественно делал уточнение то бозону ли кто-то мне написал да ты неправильно говоришь ну естественно неправильно говорю они не долбают долбанавты ничего подобного это пиксоники что запихали но мы проигрываем из-за из-за них и поэтому я на них злюсь чё тут непонятно каждый раз делал уточнение ну тебе надо ты делал точнее можешь создать youtube канал там и делал уточнение моментально меня от пинали довели до стенда фаерболами если бы не фаерболы вообще бы я бы уже умер разрывает разрыв нашей команды продолжается уже титан зарядился давайте возьмем титана попукаем чуть-чуть он меня пропил ну давайте продолжать стараться на один хрен сейчас проиграем понабиваю хотя бы домашки даже пусть за счет профлютых пушек так этого убили но тут я не могу поделать даже извините меня товарищ бы гликман бы обосрался вы потому что команда не в дуплятором долба ёжиков которые не маяки не захватывать не удерживают силы абсолютно неровные естественно нет ни при чем их запихала сюда они сами охренели все полетели следующий бой тот же самый бой тень попад тень сзади солнце зале и тень на переднюю часть шелла и толком не видно красивых этих красивых рисунков тоже светится желтеньким красивенько пик тоники делают очень красиво так чтобы наблюдаем 2 кор 3 кор так бежим бежим сюда давай сейчас на центре по выжигаем работают бесконечные 4 чипы захватили маячок пошли дальше зачем ты не перегородил дорогу с братюня так тут там нашим иначе бежим уже туда давайте прыгаем уже были ну-ка без ускорения прыгаешь очень-очень медленно прыгает скоростуха не так давай давай ускоряйся о будем работать издалека крип-крип-крип-крип-крип-криогены криогены так бежим-бежим бежим нивелируем урон стараемся все братью не кочурился вот такая сборочка по убийству шелла работает просто на ура ура товарищи телепортируйся ко мне а вот еще один шелл давайте от него упрыгиваем я сказал ох ты да не не улетаем а упрыгиваем ни хрена себе братью не разнесло я его раздавил это потому что тут вон тот вражина тебя подставил скорпиончик это не я даже а уже харюк так используем укрытие сейчас мы харька заражим с лигонца прыгаем к нему все лагает а к дэшечка к дэшечка блин клинтон сумасшедший бой обожаю такие бои клана что наша команда не лошилась у этого профит и пушки тоже не хорошо широкит конвульсия убьется братью не что с тобой диметра опять серверные проблемы бесконечные серверные проблемы я стреляю стреляя по диметрии не наблюдая общих где урон те урон оскакиваю немножко подальше давайте димитрий под щит за под юбку залазим ну чё-то как-то не умирает димитра наконец-то дохлый дохлый скорпиончик давай давай мы тебя спинаем слеганса такое ощущение что динамики вообще не а леста ли лучше огнеметы ставится где метов стрелять вот сами увидели обоима пустая и все нихрена урон не заливается берем ареса вам в оборот подкупал его хренак ремонтируем еще мне возрастает урон когда соответственно работа торреса уходим а раз мертвец но у него активировался щит фенрир прыгать или бочка толкнула фото реста конкретно новичок на пулеметах играет и квартира вот он уже умер ну что поделать суровая реальность игры воробус бочки толпой бегут стадный инстинкт давайте мы телепортнёмся наверно туда или не туда и на центр массу бочек объехали на центре давайте маячок по захвату просто толпой бегают посмотрите так активируем 4 специально в пустое место отвелся чтоб соответственно никого не захватить и не телепортутся нечаянно маячокер я захватил давать активируем ремонт плаваем плаваем властен сейчас меня включит включится пошел пошли три секунды жизни бочку обрабатываем плаваем плаваем огнеметы вообще на ура работают мне сейчас огнеметы стали нравятся больше чем динамики пиксоники добились уже и эти динамики просто ну не алю так типа в укрытии мы его немножко от фаерболим по маякам мы пока проигрываю но это временно сейчас на обострёмся и опозоримся как сила естественно скорпион скорпион решил перебежать поменять место укрытия свою и я его херакту активируем чипы у меня урон вырос там до хрена в 35 35 раз хотел сказать на 35 процентов 35 раз пожалуйста товарищ долбанат арту посмотрите какой он еблан извините меня просто ну кого мне ругать и него блин сзади него маяк маяк задают этот ебанат арбать не понимает чтобы творится блять вы пиздец блять и потом естественно вы будете ли быть вот и ругаешься на игроков дай блять даже тут наглядно видно что он просто еблан блять причем есть его ангар что он не прокачивает ни хера блять у него исполнился маяк пиздит блять он еблан стоит блять и блять нихуя не вдупляет что происходит извините меня блять но тут уж очевидно блять причем здесь вообще что я ругаю игроков он еблан блять причем если он гарбит он сам по себе еблан блять пиздец 4 расстроился и так ладно эта игра не корову проигрываем я активирую чипы улетаем 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 немножко артуреночка подолбил сейчас немножко от фаерболи все отлично отлично наверное наверное отлично но сейчас вот так аккуратненько можете пообрабатывать не там еще ауджун прилетел ремонт 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 и нифига так наша команда лошится ну вы видели какие играют игроки ну и в принципе наша команда уже от полови не лазь видим шарангу давайте взлетаем сейчас шаранга отправит меня к про отцам скорее всего я стараюсь мансить чтобы она вполне промазала нет она все-таки захватила меня ровно ровно приравно ничего не промазала по шаранге поработаем шаранга очень живучая ну и к тому же ее лечит лечит увеличат но у меня работают овердрайвы но они нихрена не справились так уж и ранги способность к дальше быстро я там нажал появится не сумел по появился шарангу херачим сразу же медузы меня проплела какая у них хорошая реакция вы блин молодцы блин шаранга отмите пригорюнила появился в очень хорошем месте видите я очень хорошее место давайте побегаем по мансим ну и нас в принципе уже разодрали все разодрали роботы закончились ну естественно я просто очень плохой ютубер ругаюсь на игроков небоскоп необоснованно этот еблан стоит у него маяк сзади забирают а он них хуй не вдупляет что происходит как с такими можно вообще играть